Сергей Мараж, здравствуйте. Приветствую, Дмитрий Александрович. Слушайте, ну, накопилось такое количество вопросов к вам, что просто, просто вот я, например, с трудом дождался 20.00, чтобы вам их задать, потому что, ну, давайте так, я просто первый к вам вопрос, как к офицеру НАТО. Скажите, пожалуйста, что случилось с вашим бывшим начальником, с Расмуссоном? Он тут заговорил голосом Арестовича, заявил о том, что надо предложить Украине вступить в НАТО, при этом не дожидаясь завершения военных действий, продолжая военные действия, и оставить, так сказать, ну, вот в состоянии, когда, то есть, получается так, вступить в НАТО частями, то есть, той частью, которая, то есть, частью, которая, так сказать, находится под контролем законной украинской власти. Вот, объясните, пожалуйста, есть ли различия между тем, ну, это, я понимаю, что не самое главное, различия между тем, что говорил Арестович, на мой взгляд, то же самое. И вот тогда его все закидывали тапочками, я имею в виду Арестовича. А сейчас, поскольку это другой человек говорит, то к этому надо относиться очень серьезно. Что, на самом деле, есть реальность там вообще, такое бывает, такое может быть? Такое было, такое было, давайте так, холодная война, это тоже затраты ресурсов, это тоже людские потери в том числе, это, как бы, постоянные перемещения техники, демонстрации силы, но это, как бы, не остановило НАТО от включения Западной Германии в свое время в члены Альянсов. Причем нужно понимать следующее, что Украину принимают как унитарное государство в международно принятых границах 1991 года, и в этом нет ни у кого никаких сомнений. С некоторыми ограничениями, которые подобны ограничениям, которые были, вернее, не ограничениями, а дополнениями, которые касались Западной Германии в свое время. То есть никто, принимая Западную Германию, не обязался немедленно вступить в войну против Советского Союза и начинать наступательные операции против советских войск где-то, условно, в Берлине, в Дрездене и в других направлениях. Но включение Западной Германии в НАТО гарантировало недопуск российских войск, вообще просто исключало возможное перемещение и проведение каких-либо боевых действий против Западной Германии. При этом никто никогда в мире не рассматривал теоретически даже вопрос постоянного сосуществования двух Германий. Германия всегда рассматривалась как единое целое, но просто как территория, на которой существуют два политических режима. В силу ситуации, которая сложилась на данный момент. Далее. Когда мы говорим о ситуации в Украине, я бы хотел обратить внимание на ситуацию в Финляндии и Швеции, что тоже очень и очень важно, и причем это важно именно с сегодняшнего дня, и почему, скажем так, такое теоретическое высказывание Расмуссона относительно вероятного, подчеркиваю, вероятного развития событий, ну, имеет место быть. После того, как Финляндия и Швеция были приглашены в Альянс, что случилось потом? Они еще до ступления в Альянс получили гарантии безопасности. Давайте будем откровенны и циничны. Между вступлением в Альянс, то есть фактическим подписанием документа и временем кандидатства достаточно большое время проходит. В случае Швеции, которая гарантированно соответствовала всем нормам и правилам Альянса, это длится до сих пор. Отменены ли гарантии безопасности Швеции, которые дали Соединенные Штаты, в Великобритании, никоим образом. На Финляндию сейчас распространяется весь, как бы, блок гарантий, который касается всех стран НАПО. То есть давайте будем откровенны. Ну, никто не будет, ну, в трезвом уме, вернее, в сегодняшний день рассматривать вопрос, что вот завтра на Вашингтонском саммите Украину примут НАПО. Но гарантии Украине будут даны в случае перехода ее в другую ипостась, а именно в ипостась страны, которая получила приглашение в НАПО. Кстати, первый шаг уже сделан. Начинаются переговоры между Украиной и ЕС. И это, знаете, это такое, как бы, две руки, которые представляют один и тот же процесс. И этот процесс говорит о том, что Европа и цивилизованный мир уже воспринимают Украину как составную часть цивилизованного мира. Да? Можно вопрос? Скажите, пожалуйста. Ну, хорошо. Значит, я сейчас не беру вот эти промежуточные моменты, но тем не менее. Мысленный эксперимент. Возникает ситуация, о которой не хочется думать, но тем не менее приходится, поскольку мы же находимся в пространстве мысленного эксперимента, да? Значит, военные действия проходят таким образом, что Россия захватывает какой-то город, который находился на момент принятия Украины в НАТО, находился под контролем законного правительства Украины. Ну, война есть война, да? Это же всякое бывает. Начинает в этот момент действовать пятая статья договора НАТО. Ну, не думаю. Тут же, тут же надо вводить войска НАТО, тут же надо, так сказать... Я думаю, нет. Я думаю, нет, не будет, потому что конфликт как бы продолжается, и как бы он динамичен, и возможно, такие перемещения и ведение боевых действий, которые имеют место прямо сейчас. Опять же, мы говорим о том, что я весьма сомневаюсь, что Украину примут в НАТО в ближайшее время, но здесь речь идет о тактических ходах. Тактический ход, я уже его озвучил, это гарантия безопасности. А в чем гарантия безопасности, если, так сказать, ситуация складывается опасно для Украины, а пятая статья не действует? Просто вот я до конца пытаюсь это уложить, и я не уверен, что я один тут вот среди всех наших аудиторий такой идиот, а все остальные поняли. Я хочу, чтобы вы поставили наши мозги на место. Еще раз, гарантия безопасности для кандидата, то есть для приглашенного кандидата в члены Альянса, это снимает очень большие перепоны в тех процессах, которые мы наблюдаем сегодня. То есть и, как говорится, проблемы с некоторыми центральными европейскими странами и проблемы с обеспечением гарантии безопасности в тех же Соединенных Штатах, где опять начинается очередной шотдаун, очень известно, как он разрулится до конца этой недели, и так далее и тому подобное. То есть мы говорим об исключительно таких тривиальных практических вещах, которые позволяют Украине держаться дальше. И, повторяю еще раз, никто не говорит о том, что Украина в любом случае, несмотря на такую очень серьезную эскалацию конфликта, примут в НАТО. Но при этом, скажем так, мы получаем дополнительные инструменты гарантии безопасности, гарантии того, что Украина будет существовать и далее, именно как составляющая западного цивилизованного мира. Вот в чем дело. То есть, знаете, ну нельзя все это делить на красное, извините, на белое и черное. Есть другие оттенки. Кроме того, знаете, если сделать шаг назад, как я иногда говорю, и посмотреть на перспективу, будет ли НАТО готово сейчас вступать в войну, понимая, что Российская Федерация может использовать другие театры военных действий. Мы знаем с вами болевые точки, которые на сегодня называются страны Балтии. Мы знаем болевую точку, которая называется Сувалский коридор. Никто не может гарантировать того, что Россия не кинется на страны НАТО именно в ситуации, когда, давайте будем откровенны, но не готовы они. И эта неготовность определена в том числе и задекларирована Вильнюсским саммитом, в котором установлены сроки развертывания ударных группировок, не ударных, а оборонительных группировок НАТО на территории стран Балтии, возможно, в Финляндии и в Польше. То есть время необходимо, но гарантии, юридические в том числе, для того, чтобы объяснять политическому истеблишменту стран, которые присоединятся к этим гарантиям, а есть такое понятие в НАТО, как bilateral agreements, то есть двухсторонние договоры, которые подтверждены и благословлены общим решением НАТО, они снимают достаточно большое количество перепон. и помогают Украине продолжать активно, в том числе, воевать или не воевать, но хотя бы удерживать территорию, которая находится. Кроме того, получение таких гарантий, ну, оно фактически исключает, в отличие от Будапештского меморандума, использование ядерного оружия против страны, которая такового оружия не имеет. Потому что гарантами выступают именно страны, которые являются членами ядерного клуба. А давайте согласимся так, в мировом масштабе это серьезно снимает уровень эскалации, потому что время от времени в Москве, в Кремле, начинают играть ядерные гранаты, что, мягко говоря, нервирует весь цивилизованный мир, и кто знает. То есть мы всегда говорим, что вероятность как бы ядерной войны или ядерного конфликта или применения ядерного оружия менее 2%, но эти 2% черт возьми остается. Для того, чтобы минимизировать это, в том числе, необходимо такое решение. Опять повторюсь, это решение не является чем-то уже принятым, но это один из вариантов развития событий, которые имеют место и имеют право на существование. И, скажем так, этот вариант не является каким-то взрадофильским и предательским относительно интересов Украины. Германия с 50-х годов 30 лет ждала объединения. И, понимая, с чем и с кем мы сегодня имеем дело, но давайте будем говорить так, по данным, которые поступают от той плотности войск Российской Федерации, которая есть на сегодняшний момент, на один километр фронта в районе Запорожского направления мы имеем 850 солдат противника, на один километр фронта. Противник постоянно наращивает свои ударные группировки, я как бы специально положил перед собой как бы динамику роста и скажу так, что за две недели количество российских войск увеличилось как минимум на 2-3 бригады. За две недели количество боевых бронированных машин увеличилось как минимум на полтысячи единиц. То есть противник имеет возможность наращивать такие вещи. Да, конечно, по авиации, по системам залпового огня такого движения нет, но тем не менее, количество людей увеличивается, отдельные виды вооружения и боевой техники увеличиваются. И нужно эту реалию понимать. И фактор времени, как и пространство, играет тоже очень важную роль. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, Расмуссен предлагает один из вариантов развития событий, который, как мы с вами обсудили, в общем-то, не лишен здравого смысла или объективной реальности. Потому что, ну, прекрасно вы знаете мою позицию, я с самого начала говорил, говорю и буду говорить, что это война надолго. Мы не сможем добиться победы. Мы, имеется в виду весь цивилизованный мир, в следующем году война будет продолжаться, она может быть очень успешной, но победа Украины не будет окончательно в следующем году. Ну, просто исходя из тех ресурсов, которые имеет Украина, из тех ресурсов, которые имеет цивилизованный мир. И эти ресурсы являются объективной реальностью. Знаете, когда меня спрашивают, почему, допустим, атакамсы не поменяли ход войны, я говорю, не атакамсы не поменяли ход войны, а их количество, которое было передано Украине. Точно так же я достаточно агрессивно пытаюсь как бы остудить горячие головы, которые говорят, что получив два десятка F-16, мы изменим ситуацию на поле боя. Нет. Речь идет о количественных показателях. А для количественных показателей нужно в том числе время. И это время, как предлагает Расмусен, может быть получено именно в результате таких общеполитических всемирных действий, которые будут решаться в аспекте того, что Украина получит приглашение в НАТО, что, повторю, еще раз снизит общий градус конфликта, то есть исключит фактически ядерную составляющую, и эта граната перестанет играть такую роль. Второе, даст возможность действительно получить гарантии и упростить вопросы обеспечения Украины. Третье, позволит все-таки консолидировать, если хотите, внести свежую кровь в украинский конфликт. Скажем так, от того, что Украину, допустим, не примут в НАТО и оставят как бы один, ну не один на один, а в таком формате борьбы, который она ведет сейчас, ну извините, исходя из тех количественных и материальных показателей, которые имеем на сегодняшний день, вряд ли это приблизит как бы решение вопроса по деоккупации украинских земель. Мы должны быть реалисты, знаете, очень хочется быть эпатемистом. Я никогда не был пессимистом, но главное в нашей жизни оставаться реалистами, исходя из того, что мы имеем, с кем мы воюем. Несмотря на, знаете, есть такой общий показатель, как оцениваются угрозы, это желание, возможности и сдерживающие факторы. Трезвая оценка этих трех показателей показывает, что исключать возможность рассмотрения предложения Расмуссена, ну, наверное, не стоит. Его можно трансформировать, его можно как бы превратить в более понятные политические действия, но как бы это один из вариантов событий. Мало того, как мы с вами начали с этого, такой вариант событий уже имел место в мировой истории. Что касается Западной Германии, которая, еще раз повторю, вступлением в НАТО, части Германии гарантировала эту часть Германии от советского вторжения и, если хотите, от использования ядерного оружия. Спасибо. Ну, прямо скажем, все-таки ситуация с Западной и Восточной Германией несколько иная, поскольку все-таки горячей войны не было. А здесь как раз холодная война, это все-таки некоторая, так сказать, ну, некоторая метафора, все-таки это не война, в которой убивают людей, и, так сказать, вот договоры, они не касаются ситуации с холодной войной. Нападения, скажем, Советского Союза на Западную Германию, его не было, и такого вот испытания на прочность этого договора, его, в общем-то, не было. Ну, вот, поэтому, да. Я с вашего разрешения скажу, что, в принципе, и на другие страны НАТО, Советский Союз никогда не нападал, и там даже не было. Да, это правда. Почему? Потому что был блок. Был блок, и знаете, я сторонник того, что если бы Украина в свое время вступила, не последовала, как говорится, предательским действиям политиков, а где-то в 2007-2008 году, когда такая вероятность была достаточно высокой, вступила в НАТО, мы бы сегодня не разговаривали о том, что сейчас происходит в районе Авдеевка или Запорожья. Вот и весь ответ. Бесспорно, бесспорно. Вот и весь ответ. Да, нет, я просто, вот когда это в субботу последовало, позавчера, последовало это заявление Расмуссона, то мое удивление носило такой характер приятного изумления, неожиданного совершенно, я не считаю, что это какая-то там плохая новость для Украины. Наоборот, для Украины, если бы такое случилось, это был бы огромный подарок. Вот если можно говорить вообще о подарках в условиях, когда умирают люди. Но, тем не менее, это, безусловно, было бы, ну, совсем, как вы правильно сказали, внесло бы свежую кровь вообще во всю эту историю. Ну, как бы совершенно другие интонации. Все бы заиграло совсем другими красками. И, может быть, даже кого-то бы по ту сторону фронта, имеется в виду, в Кремле кого-то бы и отрезвило. Хотя вряд ли. Там, по-моему, так сказать, насчет трезвости очень большая проблема. Там некоторые, товарищи, по-моему, просто не просыхают. Ну, бог с ним. В конце концов, это хорошая вероятность. Она, в общем, оживляет. Сергей Новородович, еще один, прежде чем мы перейдем к главному содержанию нашей беседы, скажите, пожалуйста, а что это за, так сказать, неожиданные совершенно заявления ведущих государственных российских СМИ, которые сначала заявили о том, что, значит, на юге российские войска проводят перегруппировку. Вот. Потом... Ну, а известно, что вот подобного рода формировка, она, по сути дела, является синонимом отступления. То есть, ну, у нас... Мы помним в Советском Союзе, когда говорят, что, значит, выравнивали... Там были такие синонимы отступления. Выравнивание линии фронта. Я хорошо помню это. Вот. Из учебников Эстонии. Советские войска выравнивают линию фронта. Это означает, что они бегут, бегут просто теряя штаны. Значит, а если вот перегруппировать, перегруппировка, то это, значит, вот отступление на просто сдачу позиций. Вот заявили об этом, тут же отозвали. Это что? Это они как бы заманивают, это какая-то ловушка, или это пошел сигнал от командования, значит, и потом передумали, что вообще происходит? Вы знаете, трудно ответить на вопрос, потому что, как бы, общаясь с ребятами, ну, скажем так, да это не секрет, 35-я, 36-я и 38-я бригады морской пехоты, которые ведут активные боевые действия в том районе, корпус морской пехоты, они даже не заметили этого сообщения. Это слово совсем, потому что ни интенсивность боевых действий, ни отчаянность атак, контратак противника, ни упорство противника в обороне не давали им оснований даже помыслить о том, что противник думает там о каком-то отходе. Мало того, как бы, конфигурация сил и средств противника говорит о том, что они отчаянно пытаются удержать эту линию фронта. Поэтому, скажем так, возможно, была попытка вброса или, знаете, опять же, проверка на вшивость, в первую очередь, своих внутренних ресурсов. То есть, как среагировали те или иные блогеры, как там переформировать пул, действительно, прокремлевский, кто остался верен, как говорится, пахану и так далее и тому подобное. Потому что для наших ребят на линии фронта не поменялось ровным счетом ничего. Да, действительно, есть действия, направленные на дальнейшее продвижение к глубину так называемого Херсонского треугольника. Но нужно понимать следующее, что россияне в этом, российские войска на этом участке фронта будут держаться отчаянно и до последнего. Потому что обвал фронта на этом направлении означает блокировку Крыма, по факту. Обвал фронта на этом направлении обозначает отрезание Кинбурнской косы и создание предпосылок для того, что Украина получит просто феноменальный козырь развития своей морской торговли. Потому что прикрытые Кинбурнской косой порт Николаев и Херсон, и в Николаеве еще порт Октябрьский, или же в Теневой, как мы его называем, это дополнительные возможности относительно расширения именно логистических перспектив Украины, расширения так называемого зернового коридора. А это дополнительные деньги, это дополнительная возможность Украины вести боевые действия. Почему за Кинбурнскую косу, на которой в принципе нет негде скрыться, это ровная как ладонь земля, участок суши, окруженный морем с трех сторон, российские войска так отчаянно сопротивляются, и не считаясь потерями, перебрасывают туда дополнительные ресурсы и держат позицию. Прорыв на Скадовск от голой пристани, расстояние 60 километров при малейшем ослаблении, это серьезная проблема. Отступление даже на 10-20 километров автоматически увеличивает зону поражения, и эта зона поражения будет уже включать в себя такие локации, как Джанкой, для дальнобойных средств поражения украинских сил обороны. Я говорю в том числе об Атокамсе, которые, Хаймарсе, которые будут наносить удары уже непосредственно по Крыму, и заблокируют фактически крымские перешейки. И по факту так оно и будет, то есть не какие-то одиночные удары дальнобойных ракет, а уже сознательный огонь, такой, какой велся в свое время по Антоновскому мосту, по железнодорожному мосту, по мосту в районе Каховской дамы. И об этом нужно говорить, поэтому давайте это воспримем как проверку навшивости внутреннего ресурса московской пропаганды, потому что, еще раз повторюсь, с военной точки зрения и с фактического положения дел, которые мы наблюдаем на сегодняшний день, вообще никаких изменений нет. И военная целесообразность говорит о том, что противник будет отчаянно пытаться удержаться на данных позициях до тех пор, пока они будут иметь ресурсы, чтобы обеспечить это удержание. Но об отходе именно в этом случае речи быть не может, потому что это произведет к обвалу всего Южного фронта. Смысл обороны Токмака просто потеряется, если Крым будет отрезан на этом участке фронта. То есть Токмак невозможно будет снабжать, Токмак невозможно будет оборонять в течение длительного периода времени, а с усилением ударов фактически это обвалится. И в принципе мы с вами говорим, что перерезание сухопутного коридора является основной задачей боевых действий украинских сил обороны на Южном фронте. Неважно, где этот коридор будет перерезан. Будь это в данном случае, то есть наступлением, допустим, от Олешек, Таири, Микапу, или прорыв под Токмаком, не имеет значения. Главное, чтобы он был перерезан, что категорически изменит ситуацию на поле боя. Поэтому, понимая критическую важность этой локации, равно как и в данном случае Токмака, я исключаю вероятность того, что противник просто так сделает жест доброй воли и сделает такой самоубийственный шаг. Информация о том, что ВСУ начало перебрасывать на левый берег танки в некотором количестве, она соответствует действительности или это какие-то... Ну, это нецелесообразно. Понимаете, в чем дело? Я могу понять боевые бронированные машины, как объект маневренный, который имеет определенную цель, а именно как бы помочь маневренным действиям пехоты. А танк без гарантированного прикрытия с воздуха, без превосходства в воздухе, а танк, как отдельная боевая машина, которая имеет достаточно ограниченный алгоритм действий, то есть один танк, он вряд ли поможет обороняющимся или войскам, ведущим боевые действия на этом участке. И, скажем так, 3-5 Брэдли сыграли бы гораздо большую роль, будучи переброшены на этот участок, чем один танк. То есть это утка, я правильно понимаю? Да, это утка. То есть речь идет, в общем-то, сейчас о переброске отдельных боевых машин. Но, опять же, давайте скажем так, какой должен быть буксир или плавающее транспортное средство, которое перебросит танк? Ну, вряд ли в Украине такие есть, а для БТР, БМП, разных модификаций такая техника есть, и такие переброски действительно осуществляются. И в этом есть как бы военная целесообразность также. А танк, ну для чего, собственно? Усилить огневую поддержку, так взаимодействие украинской пехоты с артиллерией настолько великолепно, что, в общем-то, имея расстояние, которое гарантированно покрывается обычными средствами поражения артиллерии, рисковать танками в данном случае достаточно нет, если обратно. Здравый смысл категорически против этого. Спасибо. Сергей Маратович, ну, ключевое слово «Авдеевка». Что происходит здесь, в этой, ну, видимо, все-таки одной из ключевых точек этой части войны? Я бы сказал, что это самая ключевая точка этой войны, и история Авдеевки войдет в аналог мировой военной истории, как пункт, который обороняется в течение 10 лет. Практически 10 лет, начиная с 2014 года, ведется оборона этого пункта, и это еще раз подчеркивает исключительную важность именно этой локации на фронте, на фронте, в данном случае, украино-российской войны. И та отчаянность, с которой российские войска продолжают атаковать, потому что расстояние между северным и южным выступом, ну, по разным оценкам, сократилось до 7 километров, говорит именно о том, насколько важна Авдеевка для планов, как украинских сил, которые там обороняются, так и сил оккупантов, которые, не считаясь потерями, лезут вперед. Как говорят ребята, которые ведут оборону там, первое подразделение, которое атакует, это фактически подразделение смертников. Это подразделение практически остается там, а следующее подразделение уже по трупам своих товарищей, они просто заваливая окопы телами, продвигаются вперед. Ну и об отчаянности боевых действий говорит сводка украинских сил обороны, но она, скажем так, эти сводки не сильно публикуются, о том, что мы отступаем, и бои носят характер встречных атак и контратак в районе одного взводного опорного пункта. И именно за каждый наблюдательный пункт, за каждый взводный опорный пункт ведется отчаянная борьба. Противник, ну, с точки зрения военной, потерял просто колоссальные ресурсы, как минимум две бригады, как минимум пару-тройку сотен боевых бронированных машин, включая танки, но он отчаянно лезет вперед, как бы даже не в угоду каким-то политическим решениям, а для выполнения этой задачи, которая имеет колоссальное значение для противника, а удержание позиций имеет колоссальное значение для Украины, они, не считаясь, ни с какими потерями лезут вперед, попеременно атакуют на северном и на южном фланге. То есть ситуация там не просто тяжелая, она очень тяжелая. И когда меня спрашивают, насколько сил хватит у противника для того, чтобы атаковать, я, честно говорю, я не знаю, потому что это выходит за параметры военного анализа, это параметр, который, я бы сказал так, волевой. Все зависит от воли политического руководства, насколько это политическое руководство, ну, если это можно назвать политическим руководством, он готова жертвовать жизнями солдат ради того, чтобы выполнить эту задачу. То есть эти потери, они очень большие. Украина делает все возможное, чтобы эти потери увеличить как можно, но противник с этими потерями не считается. И то количество войск, которое сосредотачивалось, сосредотачивается и будет продолжать сосредотачиваться, говорит о том, что, к сожалению, для нас мы говорим, что противник будет в ближайшей перспективе повторять такие атаки. И хотя вот для того, чтобы понять, насколько отчаянные боевые действия там ведутся, примерно в таком же формате велись боевые действия в районе угледара, которые периодически вспыхивают. Но там, получив по зубам, противник откатывается, потеряв все, что можно потерять, и на какое-то время замирает. Здесь, получая по зубам практически каждый день, противник все равно продолжает лезть вперед. И ценой просто невероятнейших усилий, невероятных потерь, они таки продвигаются вперед. Поэтому я честно скажу, я не знаю, насколько хватит сил у противника и дальше лезть вперед. Ребята, которые там держатся, они держатся и обороняются на пределе своих человеческих возможностей. Но что касается врага, не могу дать анализ, когда это все прекратится или не прекратится ли в ближайшей перспективе? Ну, собственно говоря, фактор потерь просто отсутствует для российского военного и политического командования. Его надо сразу отбросить. То есть не существуют критические точки, после которой кто-то скажет, ну все, хватит, это уже перебор. Такого просто не бывает. В России этого не было никогда, как вы знаете, по, так сказать, по итогам всех войн последних, последних там полутора столетий. Вот, поэтому положат столько, сколько, а сейчас вот уже в России, видимо, в ближайшее время запретят аборты, поэтому будут рожать столько, сколько надо. Сейчас одна из главных тем, это перевод, так сказать, женщины в постоянный такой вот родильный аппарат, который будет постоянно пополнять поголовье российского населения. Но это тема, наверное, другого разговора, хотя она связана, она связана. То есть здесь как бы все рассчитано на долгую войну, которая будет нуждаться в постоянном, так сказать, свежемся, которую будет потреблять российское государство. Ну, если позволите, очень краткая ремарка. Адольф Гитлер делал примерно то же самое. Мы помним вот эту, как бы, программу развития нации, это для Бензбаума, как они называли. То есть немка должна рожать столько, сколько надо. Ну, в общем-то, это плачевно закончило для его режима. Ну, да. Будем надеяться, что здесь эта рифма в данном случае сработает, хотя, в общем, так сказать, ситуация разная. Все-таки, так сказать, против Гитлера антигитлеровская коалиция воевала против Гитлера, а антипутинская коалиция только помогает Украине воевать. И я все-таки, вот я для себя и для всех своих собеседников подчеркиваю эту принципиальнейшую разницу. Вот антигитлеровская коалиция воевала вся. Ну, там, не вся, но фактически в основном воевала против Гитлера. А здесь только вот все стоят за спиной Украины. Что хорошо, конечно. Хуже было бы, если бы не стояли. Но воюет только одна Украина. Поэтому здесь вот так с рифмой проблемы. Сергей Маратович, вот каждый, ну почти каждый день мы слышим о новых каких-то успехах украинской армии по уничтожению кораблей Черноморского флота. Скажите, вот много, я просто не очень знаю, много ли осталось вообще этих кораблей? Когда уже просто будет, когда уже у России, у Черноморского флота закончатся корабли, и можно будет считать, что Черноморского флота в России просто нет? Ну, вы знаете, если формально, очень формально, то Черноморского флота в России уже нет. Ну да, флотилия, извините за... Флотилия, да, да, извините, военная бюрократия, она как бы часть моей бюрократии. Понятно, да, но когда-нибудь в Черноморске флотилии на Черном море. Вы знаете, это как раз в довольно обозримой перспективе может случиться, потому что уже на сегодняшний день мы, знаете, один из вариантов, почему мы не наблюдаем такого массированного обстрела калибрами, хотя я не исключаю обстрел калибрами, но это связано с тем, что флот-то находится в Новороссийске, а база и склады, которые обеспечивают нанесение удара, находится в Крыму. То есть сейчас такая неувязочка по поводу того, где же брать ракеты в достаточном количестве, чтобы снабжать флот. Далее, знаете, опять же вынужден повторить ту фразу, которую я повторяю всегда. Никто в мире к такой войне не готовился, и речь идет о том, кто быстрее подготовится к тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний день. Боюсь, что в случае с Россией эта подготовка вряд ли будет эффективной, и те нестандартные вызовы и угрозы, которые использует Украина, страна, не имеющая флота в принципе, Россия не сможет отбить. Речь идет о комбинированном использовании воздушных дронов, использовании наводных дронов, с которыми бороться достаточно сложно, потому что, знаете, тут получается такая дилемма. Дабы не быть подверженным ударом надводным дронам, корабли должны прятаться где-то на охраняемых площадках, закрытых цепями, с ограниченным маневром действий. Но ограниченный маневр в действиях обозначает, что они должны находиться на каких-то якорных стоянках, которые могут быть разведаны элементарно, и принятие на решение удара воздушными дронами может быть принято достаточно быстро, и этот удар будет эффективен. Ну, что, собственно, мы и видим, когда удар по Аскольду был нанесен, удар по двум десантным катерам, которые прятались, и Аскольд был на судоремонтном заводе, а катера прятались в бухтах. То есть они сами были лишены маневра. То есть российские военные корабли уже сейчас откровенно боятся выходить в море, потому что они понимают, что попав в зону действия украинских «Нептунов», попав в зону действия подводных и наводных дронов, они не имеют средств и сил, чтобы обороняться от этих, и риск их уничтожения возрастает. То есть, в принципе, мы можем говорить уже об ограниченной операционной способности российского флота, давайте по традиции называть Черноморский флот так, уже сегодня. То, что сейчас делает Украина, это просто уничтожение, физическое уничтожение объектов того, что раньше называлось Черноморским флотом России, и все зависит, знаете, как говорят в Украине, вид натхнения. То есть как быстро, как эффективно мы сможем уничтожать эти физические объекты, но уже сейчас, давайте скажем так, зерновой коридор действий. Российских кораблей в Западной акватории Черного моря нет. Все, на что они способны, это издалека подлинно бить по гражданским кораблям, и опять же, в нарушение всех норм и правил международного военного права минировать акваторию Черного моря, прекрасно понимая, что Украина в принципе не имеет военных кораблей. Мина – это средство борьбы с военными кораблями противника в первую очередь. А здесь мина изначально является средством террора. Вот это все, на что оказался способен Черноморский флот, одно из оперативно-стратегических объединений военно-морских сил Российской Федерации. И перспектив восстановления боеспособности у нее нет от слова совсем, потому что для того, чтобы восстанавливать боеспособность, нужно иметь как минимум коридор прохода через Босфор. Он закрыт на сегодняшний момент для российских военных кораблей. Они не могут им пользоваться. Проводить что-то серьезное через Волгодонской канал или из других направлений технически невозможно. И мы помним, все, что смогла сделать Россия – это перебросить часть ржавых катеров из Каспийской морской флотилии. На этом все. То есть здесь, в отличие от того, что мы говорили про Авдеевку, можно сказать так, что российский Черноморский флот, он делает все возможное с помощью, безусловно, сил обороны Украины, чтобы в ближайшем, в самом ближайшем будущем стать легендой или просто названием исторических справочников. Сергей Морозович, спасибо вам большое за подробный, очень четкий анализ. И, как обычно, в наших беседах я просил бы, чтобы вы завершали наш разговор ответом на вопросы, которые я не задал. Ну, вы знаете, в данном случае у меня только один вопрос, вернее, тот вопрос, который звучит как бы всегда. Меня всегда удивляло, как бы, честно говоря, в последнее время все меньше и меньше, вот эта удивительная российская способность к самоликвидации. То есть понимание того, что, ну, в общем-то, теми методами, которые ведутся в этой войне, выиграть эту войну невозможно. То есть делая, как бы, анализ или сравнение того, что происходило в подобной войне, то есть во время первой, или, как Марксов, он говорит, второй войны между Финляндией и Советским Союзом, ну, тогда было понятно, что Советский Союз имел все превосходство, все подавляющее превосходство, и в ближайшее время, а Финляндия не имела и десятой доли поддержки, которую имеет сейчас Украина. Если я не ошибаюсь, только Европейский Союз на поддержку украинской армии передал 27 миллиардов долларов. И нужно понимать, мы уже поднимали этот вопрос, что война закончится так, как она закончится, поражением Российской Федерации. В этом нет никаких сомнений. Произойдет это через год, через два, через пять, но людей не вернешь, понимаете. И мне интересно, возникнет ли когда-нибудь тот момент, когда люди в стране скажут, наверное, хватит. Когда количество похоронок настолько велико, что каждая российская семья, как во Второй мировой войне, столкнется с тем, что в ней будут потери. Украине терять нечего. Мы несем потери. Потери эти страшные, и для нас это очень больно. И знаете, самое страшное – это ездить или проходить мимо могил тех ребят, которых я знал лично. Знаете, когда иду в церковь, у меня как бы список тех, кого я поминаю за упокой, постоянно увеличивается. Буквально каждый месяц. Но выбора у нас нет, и мы будем все равно бороться. Мы все равно победим. Но нужно понимать, что каждый день войны, знаете, он отбрасывает Россию, российское общество на десятилетия назад. И скажем так, чтобы внуки не проклинали своих дедушек и бабушек за то, куда они вогнали их, проводя эти действия сегодня, делая то, что делается сейчас. Вот это, знаете, для меня остается такой загадкой русской души. И поэтому интересно, как это будет. Знаете, очень хочу дожить до того времени, чтобы посмотреть, чем это все закончится. Очень. Аналогично. Да, это ради этого стоит пожать еще. Это очень интересно, чем закончится. Ну, я могу сказать, что когда задается вопрос, а почему и когда россияне скажут, что хватит, я думаю, такой опции не существует, поскольку Пушкин все по этому поводу сказал. Народ безмолвствует. И вот это состояние народа, оно, ну, скажем так, это не совсем народ. Вот. Это популяция. И вот она, эта самая популяция, она безмолвствует. Это особенность системы того, что называется, вот мой коллега, академик Пивоваров, он называет это системой русской власти, которая высасывает из популяции субъектность. Это особенность. Особенность России, которая началась давно. Спасибо вам большое, Сергей Маратович. Было очень важно. Мы дождались встречи с вами, и вы ответили на все вопросы, которые у нас накопились. Но сейчас копятся следующие, поэтому не бросайте нас, на следующей неделе придется отвечать на следующую партию вопросов. Спасибо, дорогие друзья. Да, с нами был Сергей Маратович Грабский. Как всегда, интересно, ярко. Благодарю вас. С удовольствием отвечу на вопросы, которые возникнут. Главное, сохранять здравый смысл и трезвую голову. И все у нас получится. Продолжение следует...